это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседин добрый вечер 18 мая 2022 года исполнилось ровно 125 лет с выхода в свет из тьмы соответственно культового романа брема стокера дракула в 1897 году он был опубликован в британии одним из старейших издательств constable and robinson в 1902 году дракулу перевели на русский язык а в 1912 он был напечатан в россии к слову русский перевод стал первым иностранным переводом дракула и очень вдохновил поэта александра блока да и в целом этот текст напрямую связан с россией с русскими он как тот самый зловещий граф кровью буквально питается ими рассматривать же дракулу необходимо с двух позиций с двух сторон культурной и политической иначе понимание этого весьма любопытного текста будет неполным дракула знаковый безусловно знаковый персонаж литературы однако феноменальную известность он приобрел прежде всего благодаря кинематограф существуют десятки экранизации романа стокера и сотня отсылок к нему ну канонической считается лента 1931 года с белой лугоши главной роли ну а 2 веха это фильм который вы наверняка все видели если не видели посмотрите фильм 1991 года фрэнсиса форда копполы где дракулу играет гарри олдман хорошо так играть особое же место занимает работа 1922 года немца фридриха мурнау она называется носферату симфония ночи если не ошибаюсь и вот у ее создателей не было авторских прав поэтому они что называется создавали кино по мотивам это очень любопытно потому что графа орлока там совершенно блестяще и жутко играет макс шрек действительно очень страшное кино атмосферное хотя вроде бы 1922 год позднее опять же из-за отсутствия авторских прав копии фильма большинство копий было уничтожено а затем уже начали что называется мифы легенды и сняли фильм в котором станут утверждать что на главную роль мурнау пригласил внимание настоящего вампир изображаешь маньяка убийцу тогда я буду беззащитной козочкой да за сто лет почти за сто лет в кинематографе образ дракулы постоянно менялся он был то отцом неудачником то иудой то таким похотливым маратоманом то страдающим аристократом то просто упырем и каким-то порождением тьмы сатаной в общем а вместе с тем мутировал и сам образ вампира постепенно он социализировался и романтизировался но впервые это сделала энрайс вампирских хрониках а затем было красивейшее интервью с вампиром там играли брэд питт том круз антонио бандерас ну и наконец вышли попсовые сумерки стефани майер где вампиры предстали такими себе декаденствующими страдальцем тут надо отметить что подобные трансформации полностью укладывались в логику эры толерантности и либерализации общества и глобализация общества тоже то есть со временем это важно отметить вампиры перестали в фильмах книгах перестали бояться распятие святой воды библии то есть опять же любопытный момент религиозная составляющая уходит из фильмов ну для чего это делается во первых для того чтобы отрицать существование бога как такового современными во вторых чтобы продемонстрировать лояльность ко всем религиям даже самым-самым абсурдом его смотрите чуть ли не в каждом современном фильме о вампирах подчеркивают что не бояться они бога не церкви знаю лишь одно он ненавидит бога ему отвратительный любой символ христианской веры но эти символы не убивают его они только наполняет его злобой и делает еще сильнее но вернемся графу дракулу кем же он был на самом деле до текста стокера безусловно существовали и другие произведения о вампирах однако имена ирландец брэм стокер ну что называется создал вампирский кодекс то есть вампир не отбрасывает тени спит в гробу он несовместим там с музыкой с искусством не отражается в зеркале и так далее так далее все это заслуга так сказать стокера при этом у вампира есть две главных задач ну во первых он должен научиться не бояться солнца а во вторых создать свой субстат крови считается что прототипом дракулы был господарь валахи влад третий цепиш есть прочим и версия что стокер писал графа с жесточайшего актера генри ирвинга под началом которого брэм служил в театре однако на самом деле дракула стал ну таким себе на своеобразной компиляции если угодно всех ужасов с востока такой коллективной страшилкой что и стокер например вдохновлялся венгерской графини елизаветы баттере ну которая по легенде принимала ванны из крови вообще всячески мучила своих слуг и конечно же стокер это особенно любопытно для нас вдохновлялся иоанном грозным в общем дракула это в принципе воплощенную угроза с западу с востоком и не случайно стокер переносит действия современный лондон куда собственно и прибывает граф вампир и тут важно сказать кем в принципе являлся сам брэм стокер он родился в дублине в ирландии однако был странным таким ирландцем потому что никогда не выступал за независимость родины а наоборот видел ее исключительно в составе британской империи брат стокера джордж участвовал в русско-турецкой войне и оттуда он привез книгу где живописал как русский медведь уничтожает несчастных турков собственно под этими взглядами и формировался сам брэм стокер плюс влияние киплинга помимо романа дракула напишет стокер и роман леди в саванне где британцы побеждают русских на балкан да и смотрите любопытный момент в том же дракуле фактически такой себе британский спецназ под руководством харкера уничтожает этого демона востока в его логове такой себе многозначительный намек вот твоя смерть да действительно стокер писал дракулу между первой мировой и крымской войнами и вот опять же любопытный момент во время последней то есть крымской войны британская пресса изображала русского царя николая первого в образе такого себе крылатого демонического существа собственно вампира стокер конечно же знал об этом и использовал данный факт своих произведений в романе действительно хватает русских слов и отсылок к россии ну и смотрите тот же корабль на котором дракула пребывает в англию это шхуна дмитрий отбывшая из нарвы ну стокера она соответственно стала деметрой из варны в общем полно полно отсылок к россии да действительно к чему это все говорю при всей своей культурологической ценности дракула это во многом политическая гитка то есть такая себе карикатура одна из целей возможно важнейшая цель которой демонизировать угрозу с востоком и роман фактически стал частью британской пропаганды которая работала и что важнее работает до сих пор против россии против русского в целом и собственно смотрите как и во время крымской войны российский лидер изображается в образе вампира ничего не меняется и все отнюдь не случайно ведь именно британия является главным производителем если так угодно русофобского контента именно британия продуцирует и распространяет русофобию по всему миру и более всего это доказывает происходящее на украине посмотрите миллион раз сказано справедливо и нет что украина это антироссийский проект который построен не на созидании а на отрицании бла-бла-бла и так далее и вся ее независимость этой самой украины кончается там где начинаются интересы запада однако что для нас важнее по чьим руководством и для чего создавался этот самый антироссийский проект но если мы берем это за основу а фокус в том что украина времен зеленского это прежде всего британский продукт сделанный по всем законам постмодернизм вы смотрите никогда нельзя забывать что нынешний премьер англии борис джонсон получил свое время кличку клоун боже получил эту кличку за свои дикие медийные выходки вообще это такой себе медийный фрик медийный персонаж и это во многом родит его с владимиром зеленским и опять не случайно пусть и формально но во главе нынешней украины находится медиа менеджеры которые раньше делали шоу а теперь главная задача генерировать русофобский контент то есть создавать соответствующую картинку именно через киев британия пытается воплотить свою давнюю мечту уничтожить россию и ослабить может быть даже и подчинить материковую европу то есть германию францию и так далее дракула не миф не бред сумасшедшего писателя он реален уверяю да со времен дракулы действительно мало что изменилось и вот тут любопытный момент никогда нельзя забывать что дьявол это лишь обезьяна богов то есть он все извращает и делает наоборот вот и сейчас друзья тот кто громче всех кричит об угрозе сам прежде всего несет ее подпитывает конфликт двух братских народов а вот разница с временами стокера если угодно с книгой стокера заключается следующем там у стокера дракула добрался в лондон но был повержен а в реальности в нашей с вами жизни он стал определять политику британии наплодив себе подобных и вот теперь уже нам они британскому спецназу во главе с харкером надо победить этого самого дракула и заметьте таково не наше а их условия так спрашивается где наш русский осиновый кол а ну-ка принесите его была программа игра в классике меня зовут платон беседен берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам любви и терпения